Автолицей начинал новый зимний сезон в статусе главного претендента на золотые медали. В тот момент мало кто мог сомневаться, что автомобилисты защитят свой статус чемпиона и станут новым гегемоном пушкинского мини-футбола. Мощный старт в первенстве лишь усилил эти ощущения, но победный поступь сменилась хромым шарканьем. Лицей за первый круг проиграл рост агроэкспорту и связисту 2, а встреча с главным связистом завершилась в ничью. Такие же показатели были в год их дебюта. По итогам турнира коллектив Игоря Грышевого занял четвертое место в таблице. За три года участия в высшей лиге неизменным оставалось одно, автолицей не проигрывал Динамо Уэл, лишь раз сыграв с ними в ничью. Во встрече первого круга нефтяники выглядели здорово, играли в прессинг, вели по счету, но все равно уступили 1-3. К ответному матчу тренер белосиних приготовил сюрприз. На игру с автомобилистами приехали прославленные ветераны российского мини-футбола. Из молодежи был лишь Виктор Блоков. Динамовцы играли строго вторым номером и делали ставку на стандартные положения. Еще одна тактическая хитрость. Футболисты Динамо Уэл максимально ломали бешеный темп автолицея. Если мяч уходил в аут или за лицевую линию, белосиние неспешно отправлялись за ним и также спокойно приносили обратно. За такую длинную паузу автомобилисты могли бы провести уже 3-4 атаки, но вынуждены были дожидаться соперника эмоционально выгорая. Сюда добавилась связка игра обороны нефтяников и своевременные сейвы вратаря Николая Безрученко. Лицей попал в совершенно некомфортные для себя игровые условия. До перерыва нефтяники успели выйти вперед после гола Сергея Руженцева. У них были еще хорошие моменты, но Грошевой отводил угрозу от ворот. Не повторяя ошибок первого круга, динамовцы следующие 25 минут начали с бешеного давления на оппонента. Автомобилисты к такому напору оказались не готовы. Серия опасных ударов белосиних, включая попадание в штангу, завершилась голом Дмитрия Чернявского. Автолицей попытался отодвинуть игру со своей половины поля, но сравнять счет не удалось, и они пропустили снова. Стремительный выход из обороны «Динамо» привел к автоголу Антона Горячева. Команды много фалили, особенно «Динамо», пока вкатывалось в игру. Очередное нарушение привело к опасному штрафному, с которого Маевский отправил мяч в ближнюю девятку. Под аплодисменты трибун. Вскоре очередной фол. Автолицей быстро разыгрывает стандарты, Андрей Иванов сокращает отставание до минимума. В этот момент показалось, что автомобилисты снова готовы положить Гранта на лопатки, но ощущения были обманчивы. Гол Геннадия Ионова был как нельзя кстати, хотя «Динамо» и так не собиралась отдавать результат сопернику. После таймаута Автолицей перешел на игру в пять полевых футболистов и едва за это не поплатился. Но белосиние дважды пробили в одну и ту же точку, рядом с пустыми воротами. Видя, что удары издалека не работают, нефтяники убегают с мячом на чужую половину поля и завершают атаку дублем Антона Искусных. Лицей не сдается и вскоре добивается права на шестиметровой пенальти. Судьи не сразу увидели нарушение, но заняли сторону атакующей команды. Когда в первом тайме он проигрывал 1-0, мы занятили темп, потом выровняли игру, в принципе контролировали ее и устраивая свою комбинацию, мы раздумали все. Конечно, не умышленно, но осознанно тянули время. Команда очень быстрая, если бы мы стали играть с ними догоняшкой, то шансы бы как минимум были 50 на 10. А так мы сыграли в нашу игру, на мастерстве наших ребят, то есть резервы свои моменты. В любом виде спорта, в любом футболе, в хоккее самое главное отодвинуть игру от своих ворот. Это первое. Второе, если вы владеете мячом, то, конечно, вам гол не забудут. Простейшая тактика. Все я не знаю, ничего нового не открыли. Ребята завелись, у меня дали выложить на 110 процентов, даже не на стол, на 110. Молодцы все, все боролись. Очень много ударов заблокировали, что очень радует. В обороне молодцы, постались до конца, побегали. В основном в обороне не было, чтобы нас вскрыли прям вообще. Великолепная команда. Со многими из этих ребят я играю в других либах. Всех знаю, с Константином, который поиграл в сборную. Конечно, надо уважать. В принципе, перед игрой немножко разобрали. Сильные и слабые стороны. Но Константин не удалось сдержать своего блага возобьется. Наша тактика оправдала себя. То есть, снова выиграли. Соспобедитель спрос маленький, как говорится. «Динамо Оил» одержала стратегически важную победу. Судьба чемпионства решается именно в таких встречах. Сейчас нефтяники по потерянным очкам располагаются на первом месте, обходя связист за счет победы в первом круге. В них хорошая разница забитых и пропущенных мячей и очень яркие перспективы в борьбе за золото. Автолицей замыкает тройку призеров, лишь на два очка опережая Малахит. Рост Агроэкспорт тоже находится недалеко, хотя результатами в последнее время не радует. Напоследок напомню вам, что совсем скоро «Динамо Оил» и Автолицей сыграют еще один матч в рамках полуфинала Кубка Пушинского района. Тут и добавить нечего. Все на футбол.